Конечно. Так, что хотела рассказать? Наташа говорит, если правду не за тебя. Так, вот, чем Штаркина так заметит, что ее держит на текте? Почему Штаркина держит на текте? Отвечаю на вопрос. Потому что эта мадам была заряжена на такого рода провокации, драки. Потому что ей сказали делать такие действия, за что после этого ее не могут выгнать. Ну, как бы, это межразно. Тем более, таких людей очень на практицах, которые могут творить такую грязь. Это ростерин сама и нет. Мы в Москве. Сидим, кушаем. Кусовали. Прости. В общем, ее заряжает главный редактор. На все провокации, что там едет. Она лезет в каждую пару, просто разводит дичный трэш. И ничего людского в этом человеке нет. Я вообще сомневаюсь, что вообще, если у нее нет душа. Поэтому все, что вам интересно, мы вам расскажем. Нет, сценария нет. Это реалити-шоу. Но, естественно, как бы, вам редакторам могут сказать о том, что там пойдет поговорить с тем, там все такое. Но, как и определенного сценария, конечно, нет. Я вообще сомневаюсь, что ты у меня молодец. Да, ты правда молодец. Блин, ну мы очень сильно замученные, потому что мы пока что в Москве, мы без машины, мы предлагаемся на метро. Тут ездим, ездим с вами. Да, да, сюда. Выяснилось то, что Сударкина написала на меня встречное заявление за вымогательство, хотя я в нее ничего не вымогала. Ничего не просила, никаких доказательств нет. Участкового вот так вот возле виска покрутил, сказал, все понятно. Нет, зарплату нам не заплатили. Нам даже, чтобы вы понимали, даже такси не вызвали. Да, нам не купили билеты, нам не вызвали такси. Просто сказали до свидания, когда мы не захотели идти на мировую. За свои деньги мы сняли гостиницу, оставались у друзей. Розу Шабариным тоже выгнали. Короче, просто какой-то трэш творится на проявите. Ну, Дом-2 уже не тот, который был раньше, поэтому там одна грязь, остался один негатив. Я, честно говоря, даже не верю. Кроме пары там, Леша и Майя, я... Смотри, за что выгнали? Задают вопрос все. Я сейчас отвечу. Выгнали за то, что мы не отказались забирать заявление и подписывать мировую суд Аркина. Руководствовались тем, что мы уже заплатили тебе операцию, давай будь добра мировую подпиши. Хотя я, например, не согласна. Там операция стоит копейки. Ну, хорошо, допустим, я там ее оплатили. Но, как бы, это на всю жизнь. И это, как бы, у меня болит до сих пор. У меня до сих пор, если не менее, я считаю, что она должна ответить. Никакие деньги за операцию не перекрывают то, что она сделала. Да, чтобы вы понимали, она также продолжает себя вести, лезть в каждую дырьку. Также цепляла Наташу. Опять пыталась ее провоцировать. Честно говоря, я еле себя сдерживал, чтобы... На самом деле, просто мне хотелось ее, конечно, разъебать. Вот прям вообще убить, вообще уничтожить. Вогнать в землю. Естественно, я себя с этим сдерживал, потому что она бы на меня тогда написала заявление. Но то, что она будет отвечать перед законом, это по-любому. Как бы, уже дело уголовное завели. Его завели, и там отягчающие еще есть обстоятельства. О том, что она била об бетонную стену Наташу головой. Вот, также у нее левая часть до сих пор ничего не чувствует. Поэтому ужас. Мы будем идти до конца и доведем дело до самого такого финального. Смотрите, мы... В эфире не будет показано, как мы уходили, почему мы уходили. Причины никакой не будет. Скорее всего, будет просто сказано, как семейные обстоятельства. Потому что, ну, мы даже с ребятами не попрощались. Нам просто, как бы, нас просто послали, и все. Да, нам даже не дали попрощаться время с ребятами. Да, дали быстро время собрать вещи. И то торопились, стояли на душе, и говорили быстрее, быстрее. Если хочешь задержаться на проекте, то ты должен потерять. Почему сами сразу уйдешь из проекта? Вот, очень-очень часто задаваем вопрос. Почему сразу сами уйдешь из проекта? Потому что проект соглашался оплачивать мне операцию. Различные расходы на восстановление, там, мимики, чистые тюрьмы. Лечение, все-все-все, все процедуры, все. Да, и поэтому, как бы, я не думала, что в оконцове нам скажут, там, ну, поставят выбор, либо судиться, либо оставаться. Когда нам сначала поставили такой выбор, ну, мы посоветовали с участковым, немножко задумались, но в итоге, все-таки, приняли решение, то, что мы будем судиться. У нас очень сильно начали за это. Почему выгнали Шабу и Розу? Выгнали Розу, Шабарин ушел за ней. Его не хотели отпускать, так как он важный персонаж, там, постоянно творит шоу, все такое. Но он ушел за ней, естественно, ну, вот этот главный редактор, он был вообще в шоке, в смысле, там, полном. Ну, наверное, думал, взорвется от злости. Поэтому, если ты хочешь остаться на проекте, ты должен потерять свой людской, человеческий образ. Там вообще абсолютно нормальным людям делать нечего. По какой статье дело завели по 112 статье? Средней тяжести. До 5 лет лечения свободного. Дом 2 для бездомных. Для бездомных, удачных, операция сместилась. Как он делал. Нет, ничего не сместилось, все нормально. Операцию у меня не сместилось. Операцию делал лучший врач в Москве по классической хирургии. Нисколько нам ни копейки не заплатили. И то, что вы думаете, то, что мы остались, за то, что нам не как-то подкупили, то, что мне что-то заплатили, нет, ничего вообще. Никак не пытались сгладить, ничего. Оплатили лечение, да. Все, вот это вот лечение. То есть, как бы в карман никому ничего не пошло. Почему так долго заводилось дело? Потому что мы ждали, пока пройдет судная экспертиза. Мы пытались оттянуть дело. Вот, и поэтому пока, ну, попала в прокуратуру, пока вот возбудили, пока всех опросили. Тем более, Сударкина была на островах. Ее только когда привезли тогда, возбудили уголовное дело. Приехали опера участковые, вот, на поляну там поднялся кипиш конкретный. И после того, как они уехали, нас сразу же выбирали. Скажите, пожалуйста, как проходит голосование? Там все спланировано или реально выбирают участников? Как всегда по-разному. Есть иногда сами выбирают, иногда дают задания, кого надо брать. Вам платили, нет, нам вообще не платили. Вам ничего не будет, что вот расскажет вам какой-нибудь? Нет, ничего не будет. Ничего не будет. Очень красиво парк все. Вот так, да, да, а ведущие там что-то решают. Ведущие ничего не решают, у них ухо в... Они просто мальонетки. Да. Сценария нет, есть просто какие-то указания, которые должны участники соблюдать, либо делать. Какие-то провокации, если это такое здание. Главный редактор это Кадони. Нет, Кадони это одно из спеших, я бы так сказала. Вы когда в Ростов? Мы завтра вылетаем в Ростов ненадолго, потом обратно в Москву. Кадони просто интриганты про авокадо, который любит поливать людей грязью. Но когда он понимает, что человек уже не находится на проекте, и то, что он может дать ему по голове, он просто переобувается и говорит, ой, так жаль, что ты ушел, как было с Никитой Шевяковым. Он его встретил на улице, понял, что Никита уже не участник проекта, и все. И получается, даже ничего ему не начал говорить. Если хочешь уйти сам, нужно какую-то неустойку платить. Нет, ничего не нужно. Вы не подписывали контракт о неразглашении. Я не помню, подписывали мы или нет. Очень внимательно. Так. Почему нормальных людей интересных погоняют? Потому что люди, которые стоят с людьми, у которых остается их человечество, им там абсолютно неинтересно. Ну, интересные люди-провокаторы, которые будут создавать какие-то конфликтные ситуации, браки, ну, как бы. Я уже просто в последнее время, даже несмотря на вот это вот, ну, это уголовное дело, я хотела уходить, потому что я себя чувствовала некомфортно. Я понимала, что я не хочу находиться в этом гнилье, для меня это было уже все дико. Нормальные, искренние, любящие пары, там делать нечего. Ну, что там еще нужно показывать? Поэтому мы ушли оттуда, как бы, больше даже, мы уже потом, когда нас выгоняли, мы уже сами не ходили дома оставаться, поэтому мы даже не просили, чтобы нас оставили, и пусть взяли уши. Ничего и не будет, максимум условный срок, вы публикуете на этом сад, у меня искренне взяли рука, то у вас в горохе, ну, даже если будет у меня условный срок. Будет седливость. Да, будет. На всю жизнь останется отпечаток. Почему каждый раз, когда начинаю говорить, я перебиваю? Вы говорили. Вы говорили. Вы говорили. Я уже все, уже сказали все. Я просто каждый раз, когда начинаю что-то говорить, ты мне не даешь договорить. Почему ты не ругаешься? Не ругаешь. Вы сколько лечения обошелось? Около 100 тысяч. Двести. Это со всеми остальными расходами. Сударкину могут посадить. Могут посадить года на два, потому что наш адвокат будет просить. И сторона обвинения у нас очень самая хорошая, поэтому мы будем просить, чтобы ей дали строгого два года. Вот и все. Прям жесткого. Так что у нас дело, прощать нельзя. Есть и вещи, которые не прощаются. Ну, вы тоже вранем зашли? Нет. Мы не заходили с вранем. Мы реально были не вместе, когда заходили на проект. Так случилось, что мы все-таки помирились. Роза за наркотики вы за нет. Правильно, что вы остались, чтобы тебе все оплатили. Ну, тем не менее, вот, когда уже нам сказали подписывать мировую, сказали, ну, раз еще не подписывать, отдавайте деньги, которые мы за вас заплатили. Я говорю, с какого перепуга должна отдавать. Ну, в общем, такое. Как? Человечности там ноль. Дом 2 по сценарию. Нет, там сценария нету. Там просто есть моменты, которые говорят делать, и если человек в итоге не делает, он потом покидает. И вы сливают. Вы сливают, да. Кто выиграл человек года? Еще пока неизвестно, кто выиграл. Я таков-то покупала в шоу-румик, помню-то, в Ростове еще. Вас реально выгнали в холод и даже не купили билет. Да, нам не купили билет. Слава богу, у нас есть здесь родственники в Москве. Мы к ним отправились. У нас хорошо, что деньги там были, ну, а так вообще, конечно, есть люди, которые приезжают, прилетают, у них вообще денег нету. Тут первые 5 месяцев где-то ты вообще не получаешь денег, ну, ни копейки. И вот так вот писать здесь все выкинут на улицу без копейки денег, если родственников нет, что делать человек в незнакомом городе? Как Сутакин отреагировал на полицию изъявлений? Глуба забилась. Ну да, я написала встречное заявление на меня за вымогательство, хотя я ничего не вымогала. Доказательств нет. Почему Розу выгнали? Ответьте. Отвечала. А, я не отвечала. Я не знаю, просто у них там какой-то конфликт. Они хотели оставить Шабарина, не хотели, чтобы их союз просто был, но все. Шабарина, Даталова эту Алиану пихали. Хотя Алиане он не нужен. Все ходят заряженные, правда, ноль. Вокруг вводят все вокруг пальца. И все. Там же каждый день 300 рублей платят, по струклицу плачут компонентации в виде 30. Заня, давай ниже дальше. Это неправда. Мы на какие вопросы не успеваем отвечать, потому что ты очень жестко тупишь. Нормально? Ну, почему ты так медленно сделал? Я читаю и отвечаю на вопросы. Сколько мы выплатили? Нам выплатили 600 рублей за два месяца. Не послали еще с матами, чтобы вы понимали. Люцкого там ноль. Тварь и сволочь. Все. Весь этот проект гнилье. Все. Мы не подписали контракт никакой с ними. Говорят, что участник подписывания. Да плевать нам, что мы там подписывали. Какой неразбышленной информации. У нас было уже расторжение вообще этого контракта. Как Сударкина сейчас реагирует? Вообще никак. Забилась в угол, строит из себя пай девочку. Но когда она знала, что уже думала, то, что ей ничего не будет из-за того, что дело долго заводилось, началась вывести еще хуже, чем раньше. Вот и все. Сколько там вообще платят? Да все по-разному. В зависимости от того, какой ты трешил участок или нет. Как зомби получается. 50 на 50. Как Сударкина говорит, большие молодцы. Удивительно, что ты грешил дойти на конце. Опускайся вниз. Быстрее. Порщай. Тут смотри, как много. А правда, что Сударкина спит с редактором? Ну, свинечку не держали, не знаем. Такого слуха тоже не ходило. Она просто гнилая, делает просто пустые интриги, провокации, ведет себя дешево, дешевая шлюха. Кусок вонючего, старого дерьма, который приперся на проект, потому что ничего. Можно мне засырать говном? Ничего в этой жизни ничего не достиг. Ну, какой нормальный человек придет в 35 лет на проект? Вот объяснительное. Путин Белемина, да. Сохраните эфир. Конечно, сохраним. Все сохраним. Можно я теперь пообщаюсь с Тимуром? Да, зайди только быстрее. Что? Я нормально общаюсь, я нормально все доступно рассказываю. Можно мне самой, пожалуйста? Можно. Так. Не ссорьтесь, он пишет. Не ругайтесь. Как тут не ругаться, если даже сказать ничего не дают? Орлова родственница Сударкиной? Нет. Орлова просто на ухе сидит ей то, что сказали, сказать, то она и сказала. скучно сажать на супруге. Вообще-то сажают до 3-5 лет лишения свободы зависит от отягчающих предприятий и от адвоката, который будет работать над этим делом. Поэтому, ну не посадят, не посадят. Мы будем понимать, что мы хотя бы все, что могли, сделали. Кто ЧП выиграл, очень неизвестно. А если Сударкина нанимут хорошего проката? Ну, условно, тогда скорее всего не будет. Но все равно это судимость, это будет у нее числиться, я думаю, ничего в этом хорошего нет. видео драки в интернете есть. Будучи с проекта, да, мы покинули проект. Точнее, нас выиграли с проекта. Мы радуемся, то, что мы на самом деле покинули. Мы вообще ни капельки не печалимся. А зачем возвращалась на проект, понятно было, что вас стоит. Я же объясняю, я возвращалась, потому что мне там оплачивали лечение. Уходить в никуда, непонятно зачем и непонятно что. У меня, например, нет таких денег, чтобы операцию оплатить. Ну, вы понимаете, да, то, что я сижу и понимаю, что я... Почему-то я с нее остраю в сторону. Ты первый кусочек сделал такой. Я дебилет какой-то несел. Давай ты в своем эфире будешь сообщать, кто что несет. Отвечай на те вопросы, на которые ты еще не отвечала. Тут есть люди, которые... много людей, которые зашли только что. Ты смотрит эфир. Ребят, всем-всем огромное-огромное спасибо за поддержку, то, что вы нас поддерживаете, то, что вы с нами, очень-очень приятно, когда остаешься здесь один, в этой холодной Москве. Очень нужно, чтобы какие-то ребята были на вашей стороне. Поэтому мы вас всех очень-очень любим. Будем держать вас в курсе самых топовых, трешевых и горячих новостей по продвижению дела, по поводу того, что происходит. Вообще будем выходить каждый день в прямой эфире, поэтому следите за новостями. Ты не хочешь голову свою подвинуть? Ты какая-то очень злая. Ты не врубишься. Ты не врубишься. Что ты не врубишься. Потому что ты какая-то очень злая. Ну, потому что мой эфир, а ты там общаешься. Ты что, нельзя? Ты даже мне не даешь нормально. Ты говоришь, что я люблю, довольное сейчас что-то. Общайся сам. Назя, ну все, прости меня, но... Ну, не любуйся. Я тебя люблю, я ее люблю. Просто не люблю, когда она недовольная такая. Давай вниз опускаемся. Давай с самого вниз опускаемся. Уже все. Паша, ты что-то еще смеются. Давно смеются? Для тебя? Нет, смеются. Ужас. Не смеетесь, пожалуйста. Закините очень много смеются. почему куплены там? Обомоги. Наташа, ты реально утупишь. Я такой человек, я просто все люблю так рассказывать подробно. С каким-то жир... Не знаю, короче, как объяснить. Я так люблю, люблю так рассказывать все. Это не означает, что я это было. С молоденьком это кончилось, и успел и транспортировать. Другая, другая. Другая? Светлая? Другая. Я что, ты молчишь? Я читаю, что тут написано. Ну, просто я читаю, что написано, поэтому это... Дай давай, давай. Сделай нормальные зубы себе. Вот этот человек, который мне написал, я тебе сейчас номер карточки скину. Скинешь мне денег на зубы, я сделаю, чтобы тебя наладовать. Что купины там делают? Да что они так просто сидят, не знаю, живут. Алена Семенова нет. Получают деньги, деньги, собирают себя на квартиру в Москве. Наташа, ты молчишь, сохранишь, сохраню. С моей родственницы нет. Привет, Ната, как у вас дела? Нормальные? Пойдем. На проекте все по сценарию нет. Бородина нормальная? Ну, кстати, Бородина нормальная, да. Да, Лена, свидетель, единственный свидетель, Леночка. Я не хочу это рассказывать. Хочешь ты рассказывай, я не буду. Я буду отвечать на те вопросы, которые мне интересно ответить. Взять, начинаешь на меня злиться, когда лезет в прямой эфир, поэтому я у него лезть не буду. Я вот на вот эти вопросы, кто что получает, кто за что выгнали, и не буду отвечать. Захар, не знаю с кем, не с новенькой, кем в хороших отношениях остались. Но мы с Розой Шабарином в хороших отношениях, с Майей, с Лешей. Я не помню, понимаете, на какие вопросы отвечала, или нет. Ну да, с Беси все. Сколько платят на Доме-2? Всем по-разному, в зависимости от трипинга участника. Я с Финной не общаюсь, я не знаю. Черно, с Лесей. С трипи кончены. С трипи конченые. Зачем ты оскорбляешь? Ну не в моем эфире, пожалуйста. Хорошо. Не надо оскорблять моего эфира. Ты не заступаешься, из-за чего? Я не заступаюсь, не надо оскорблять. Я сейчас больше слова говорить не буду. Сиди в своем тухлом прямом эфире. Тут спрашивают, нифига себе тухлый эфир. Тут спрашивают, фикция у них, а ты говоришь, фрики-фрики. Что в итоге? Соль и уголовное дело возбудили? Да, возбудили его вчера. Ну будем надеяться, что ее там, не знаю, посадят. Минимум, чтобы ей условное дали. Соли Пузова, как общаетесь? Никак. Ведущая пришла, ведущая ушла. Все, вот и пообщались. Реально тухлый эфир, мне нравится выйти. Я думаю, что у меня тут почти полторы тысячи человек не просто так сидят. Он пишет эфир и говорит. Паша, выйди в эфир, тебе пишет. Ладно, сейчас я выйду в эфир. Я не хочу ни за кого гадости говорить, я такой человек, который не будет. А Паша будет, вот заходите к нему в эфир, он вам про всех. Сейчас я все расскажу. Расскажет. Сука, сейчас расскажу. Так когда сута? Скорее всего, где-то через месяц, может через полтора. Вообще никакого шанса на опрещение, хоть что-нибудь она может сделать, чтобы ты простила. Начнем с того, что Оля ничего и не делала, чтобы я ее простила, только писала встречное заявление на меня. Сейчас я к вашей перейду. В скай переходят. Так. Я тогда сейчас буду заканчивать. Скиньте аккаунт какой. Пашин у Ломски подписан. Это очень крутое. Спасибо. Заходите к Паше в эфир, он будет гадости про всех говорить. Нет, не про кого я гадости говорить не буду, я буду рассказывать правду. Ну вот фрики, 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 это не гадости. На вопросы было очень много ответов, эфир будет сохранен, можете потом зайти и посмотреть, потому что вначале я отвечала как раз таки на все вопросы. Привет, привет. Привет, Кульки. Привет, вы учли с проектом, ну да, как бы, здрасте, привет. Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие, привет, привет, мои зайчики, всем, всем, всем привет, огромный привет. Мы с Макашей кушаем, пожелайте нам привет. во сколько отбой подзем в отбой по-разному в час, в два, потом в все расскажем, все расскажем, все опровержение будет полное. Поэтому мы вас ждем ваших вопросов. Спасибо большое. Привет, приветики, привет, Ольки, Планируйте заниматься. Привет, родные мои. Как вас много уже. Мы пока что мы сейчас будем заниматься уголовным делом, а потом не знаю. В общем, да, ребята, я хочу...